МАКСИМИАНО ГАЛЕРИЯ Тем временем в город их пожаловал правитель Фракии Тирис. Объезжал он по приказу императора под властной ему территории с целью преследования верующих во Христа. Были призваны к нему и Максим со склеадой. Тирис сначала уговаривал их отречься от распятого, однако, видя твердую веру супругов, их решительность пострадать во имя Господа повелел жестоко избивать их. Во время истязания из толпы вышел один человек, благочестивый Феодот, и стал укорять правителя за такую бесчеловечность и жестокость. Тогда Тирис приказал и его схватить, подвесить к дереву и терзать крючими железными. После пыток бросили трех мучеников в темницу, дотомили там целых две недели. А когда Тирис отправился далее в свое кровавое путешествие, трех узников он прихватил с собой. В городе Адрианополе мучеников вновь подвергли пыткам еще более ужасным, во время которых страдальцы были утешены голосом с неба, укрепившим их в терпении. А дальше больше. Напустили на святых Максима и Феодота зверей разъяренных. Однако медведица даже не тронула их. Асклеаду привязали к быку, а он встал как вкопанный. Раздраженный христианскими чудесами, правитель вновь потребовал у святых отречения от Христа, но, услышав их твердый отказ, велел отсечь им головы. Так святые Максим, Асклеада и Феодот обрели мученические венцы, а правитель тот был наказан гневом Божиим. На очередном судилище его поразила молния с неба. 28 сентября – день памяти святых мучеников Максима, Асклеады и Феодота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok